Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Portable Games SPB.ru и зрители нашего видеоканала. Меня зовут Мария. Сегодня я предлагаю вашему вниманию видеообзор портативной игровой консоли под управлением операционной системы Android от группы компаний «Проявляй эмоции» под брендом Emote. Модель называется Sketch. У нее 4-дюймовый сенсорный экран. Экран резистивный, но поддерживает две точки касания. Дизайн консоли уже не так сильно напоминает игровые приставки от фирмы Sony. Корпус глянцевый. В комплекте с устройством идут наушники, кабель USB, mini-USB и зарядка для аккумулятора консоли. До появления Emote Sketch на российском рынке преобладали китайские консоли под операционной системой Android с экраном 4,3 дюйма от компании GXD. Это GXD S601 и S602. Разумеется, на территории России они распространяются под другими брендами. А Emote Sketch – это продукция компании Inlips. Модель называется VADPG 17. Чем же она принципиально отличается от GXD? Ну, я бы сказала, что здесь всего по два. Здесь две цифровые камеры – фронтальная и тыловая. Здесь два динамика, два разъема для наушников и два ушка для подсоединения ремешков. Кроме того, в данном устройстве громкость регулируется при помощи функциональной кнопки. Она располагается справа внизу и, зажав ее, воспользовавшись джойстиком вверх-вниз, можно отрегулировать уровень громкости. Еще одним отличием является тот факт, что кнопки Home, Menu и Escape теперь расположены на верхнем торце. Кстати, здесь же расположена и кнопка включения-выключения консоли, а также микрофон. Слева и справа имеются кнопки Shift и L и R. Они выполнены из прозрачного пластика и сделаны так, что с лицевой стороны их практически не видно. Слева и справа от экрана расположены кнопки направления и действия. Аналоговый джойстик миниатюрный. На нем есть насечка, он такой приятный, шершавый. Справа под кнопками действия Select, Start и функциональная кнопка для того, чтобы можно было громкость отрегулировать. На нижнем торце расположен слот для карты памяти MicroSD или MicroSD-HC. Встроенная память устройства 4 ГБ, карты памяти поддерживаются объемом до 32 ГБ. Далее идут два разъема для наушников со стандартным штекером 3,5 мм. Разъем для подключения зарядного устройства. Мини-USB разъем для передачи данных с компьютера на Remote Sketch. И кнопка принудительной перезагрузки консоли. Ну а что находится сзади мы с вами уже успели посмотреть. Это два динамика и цифровая камера. Что касается технических характеристик, производителям заявлено частота процессора 1,2 ГГц, графический процессор Mali 400, оперативка 512 МБ, сенсорный экран 4.3 с разрешением 480 на 272 точки, операционная система Android версии 4.0. Но тест Antutu Benchmark показал несколько иной информацию. К сожалению, не удалось скачать последнюю версию с PlayMarket. Она не поддерживается данным устройством, как выяснилось. Вот видите, написано «не поддерживается на вашем устройстве». Но я старый пират и не знаю слов лицензионного соглашения, поэтому воспользовалась одной из предыдущих версий. И вот что, какую информацию эта программа мне выдала. Процессор General Plus 83.3.0, ARMv7, частота процессора 1 ГГц, разрешение экрана 800 на 480. Графический процессор PowerVR 531. Ну, это так, для справки. Набор возможностей Emote Sketch зависит в основном от потребностей его владельца, ведь операционная система Android позволяет устанавливать довольно обширный список приложений. Но изначально вы можете работать с текстовыми документами, проверять почту, смотреть онлайн и оффлайн видео, слушать музыку, читать, сканировать, фотографировать и снимать видео, общаться, заниматься интернет-серфингом, создавать подкасты, а также пользоваться календарем и калькулятором. Ну и, разумеется, на Emote Sketch можно поиграть в казуальные игры под Android. И здесь также есть эмуляторы классических игровых консолей, таких как Game Boy Color, Game Boy Advance, Dendy, Sega, Super Nintendo, аркадные игровые автоматы, Nintendo 64 и PlayStation 1. Но комфортно поиграть можно, пожалуй, только в игры от Dendy, Sega и Game Boy Advance, PlayStation 1 и Nintendo 64. Emote Sketch тянет, я бы сказала, не очень. Предустановленных игр под эмуляторы в Emote Sketch не так уж и много, они есть только в разделе Dendy, Sega и Game Boy Advance, кстати, в Emote Sketch есть функция, которая уже не такая уж и редкая, возможность игры по Wi-Fi без подключения к интернету вдвоем на разных консолях. Для этого нужно быть на расстоянии 2-3 метра друг от друга, иметь консоли с такой возможностью и файл с игрой должен иметь одноименное название на той и другой консоли. Вот игра Battle Toads Double Dragon, ой, немножко запуталась в управлении, вместо старта нажала Escape. В Emote Sketch установлена американская версия, как правило, на эмуляторах она не работает, мои опасения подтвердились. Если вам эта игра нравится, то рекомендую всем использовать японскую версию, обычно она помечена буковкой J. Давайте лучше посмотрим Prince Percy от Game Boy Advance. Игра очень красивая, но и вообще на Game Boy графика получше. Эмуляторы очень удобны тем, что в них, благодаря им, можно сохраняться в любом месте игры. Для этого нужно нажать кнопочку, промаркированную буквой M, вызвать настройки, и здесь есть пункт играть, загрузить, сохранить и настройки. Кстати, настройки позволяют изменить размеры экрана, например, исходный поставим, все-таки экраны Game Boy Advance практически квадратные, назначение кнопок поменять, сделать скриншот, использовать виртуальные кнопки. Вот немножечко появились такие рамочки, экран стал немного уже. Так, нужно проверить, работают ли шифты. Да, работают. R и L. Все нормально. Изначально в Emote Sketch вы не найдете иконок предустановленных игр под операционную систему Android. Но если воспользоваться проводником, то можно в памяти найти папку с названием Android и увидеть в ней несколько файлов с расширением IPK. Это и есть игры, но нельзя назвать их выбор удачным. Если так же, как и мне, они вам не понравятся, вы можете воспользоваться службой Play Market и заполнить Emote Sketch различными играми, приложениями, книжками, фильмами, обоими и тому подобное. Потому что здесь, конечно, я бы сказала, просто клад всякой интересной информации. Есть и платные, и бесплатные игры. Но, учитывая размер экрана данной модели, игры подойдут не всем. Поэтому будьте избирательны. Хотелось бы отметить, что в Emote Sketch Wi-Fi модуль работает достаточно хорошо. Соединение не прерывается. К сожалению, есть чем сравнить. И на фоне некоторых моделей, не буду сейчас говорить их названия, Emote Sketch в этом плане выигрывает. На этом я заканчиваю наше знакомство с портативной игровой консолью под управлением операционной системой Android 4.0 и 4-дюймовым экраном. Хочу сказать, что это достойный конкурент моделям ExeQ.Net с магией, смарт и Android с экраном 4.3 и iQ.Advance. Желаю всем приятной игры и хорошего настроения. А если данная модель вас заинтересовала, можете перейти по ссылке, более подробно узнать ее технические характеристики и актуальную на сегодняшний день цену. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok